Привет, меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал Алмазная Мозаика в США. И этим видео я открываю свой самый первый совместный проект, который называется Миру Мир, и который решили организовать несколько каналов по алмазной вышивке. Я оставлю ссылки на все эти каналы в описании под видео. И что мы будем делать? Каждый из нас выложит распаковку своих картин по тематике Миру Мир. Также будут снимать прогрессы этих работ. Ну и в конце мы все загрузим законченный результат каждой картины. Итак, давайте остановимся на моем. Но помимо распаковки я еще вам покажу те процессы, которые я выкладываю сейчас. И один из них будет вышивка бисером, два это Алмазная Мозаика, и один будет законченный проект по технике вышивка бисером. Итак, этот наборчик был куплен на ebay, но от моей любимой компании Diamond Dots. Оригинально он называется «Белые голуби на витраже». Надеюсь, я правильно сказала. Витраже называется вот это вот такое вот стекло в виде мозаики. Вот. Но и при этом это самый первый сюжет, который выпил мне, когда я загуглила мозаику по теме мир во всем мире. По-английски, естественно. Итак, давайте откроем и посмотрим, как эта мозаика выглядит внутри. Тема проекта очень актуальна, особенно сейчас, когда идет война в Украине. Но сюжетик довольно-таки маленький, потому что опять это мой первый проект. Я не знаю, будет ли у меня время закончить его, поэтому я решила начать с чего-то маленького. Не хочу подводить людей, которые участвуют в этом проекте, и ждать меня. У меня, к сожалению, не каждый день есть возможность выкладывать. Итак, это размер 30 на 30 сантиметров. Это, ну, как сказать, ну, наверное, больше полная выкладка круглыми пластиковыми стразами. Набор идет с 24 цветами. Это, как я уже напомнила, американская компания Diamond Dots. И, естественно, как всегда, у них все отменного качества. Холст идет, холст у нас на ткани в основе. Это полиэстер, ткань с обеих сторон. Что касается липкого слоя, это наливной клей, который я обожаю. Ну, и, как вы видите, есть некоторое пространство, вот здесь, да, например, на самом дизайне, которое не выкладывается, где есть такой, ну, фон. И, естественно, от рамки идет некоторое отступление, вернее, от дизайна есть некоторое отступление. Вот рамочка, которая также не выкладывается алмазиками. Ну, у большинства наборов вот Diamond Dots на дизайне есть вот такая вот рамочка, какая-то маленькая часть, там, 1-2 сантиметра, которая не выкладывается, чтобы показать работу более полной, что ли. Символы очень хорошо пропечатаны. В Diamond Dots всегда классная пропечатка, легко узнаваемые символы. И вот так это все выглядит. 24 цвета. Вообще, когда я смотрела на эту работу, я прям сразу же для себя решила, что я заменю, если, естественно, этот набор уже не идет с эйби-стразами. Во-первых, я хотела заменить на голубях пластиковые стразы на белые эйби-стразы. И вы знаете, у Diamond Dots эйби-стразы это что-то, нечто. Никогда я не работала с такими классными эйби-стразами. Они абсолютно другие. То есть, какие бы ни были высокого качества эйби-стразы в других компаниях, и в американских, в том же Diamond Art Club, который довольно-таки дорогой здесь, в Америке, все равно у Diamond Dots они лучше, они набитнее, они намного граненее, и они выше, чем любые другие эйби-стразы. Поэтому они очень сильно блестят. Вот. И я думала заменить некоторые пластиковые стразы кристальными мерцающими стразами вот здесь вот на фоне. Вообще, я изначально думала убрать оранжевый цвет и оставить только желто-голубой, голубо-желтый, как в национальных цветах украинского флага, чтобы опять... Как бы это о них, в принципе, в данный момент, потому что у них война идет. Но сейчас я не знаю. Может быть, я ставлю оранжевый, потому что слишком много может быть желто-синего, и я, честно говоря, не совсем знаю, на какой цвет поменять. Но, в общем, посмотрим. Может быть, поменяю на какой-то более такой желто-оранжевый. Посмотрим. Но то, что я вот тут буду некоторые цвета, если не все, менять на мерцающие стразы 100%. Потому что я хочу вот показать эту иллюзию стекла. Все-таки с пластиковыми стразами иллюзию стекла очень трудно показать. Все равно это будет не то. Я выкладывала несколько наборов вот в такой вот... в таком стиле. Витраж это, да, называется? Здесь это называется stain glass. Stain glass. Они все шли с мерцающими стразами, и получилось просто обалденно, как настоящий витраж. Окей, ладно, давайте посмотрим на алмазики. А, ну и забыл упомянуть, что набор идет, естественно, с инструментами. Пластиковые Ziploc bags, пакетики, насадка для стилуса, чтобы пальчик не болел, клей и воск. И липкая масса. Здесь это воск называется. И подносик. Окей, ладно. Теперь насчет стразиков. Повезло мне. Белые мне на не надо заменять. В общем, этот набор идет с 27... 25, да, или 7? 27. А, 24, окей. С 24 цветами. Но два из них это аби-стразы. В общем, мне не надо заменять белые пластиковые стразы на аби. Этот набор уже идет с белыми аби-стразами и с желтыми аби-стразами. Вот. Но я 100% заменю, скорее всего, вот этот вот цвет на голубой аби. А остальные, кроме черного и серого, я постараюсь подобрать мерцающие стразы. Очень много оттенков желтого, как видите. Не знаю, будет ли у меня достаточно этих же оттенков в мерцающих стразах, но я постараюсь. Серый я точно не буду потрогать. Я не хочу, чтобы голуби были из мерцающих страз. Нет, вот голуби будут из аби и обычных пластиковых страз. Может быть, какой-то там фон тоже в обычных пластиковых стразах будет, которые я не смогу найти в мерцающих. Вот. Ну, а так вот, вы видите, красивые, в принципе, яркие цвета. Думаю, получится здорово. Не знаю, что я с этим набором буду делать. Скорее всего, передам или в церковь. У нас очень много украинцев ходит в церковь. Или, не знаю, подарю своим украинским друзьям, может быть, в посольство Украины. Посмотрим, вообще. Оно прямо рядом с моей работой. Вот. В общем. Миру мир. Ну, красивые цвета. Ну, думаю, было бы лучше, если бы они все-таки сделали это все мерцающими стразами. Вот. В общем. Давайте еще раз мы посмотрим на дизайн. Вот. Надеюсь, я вовремя его сделаю. Никого не подведу. Купила я его на eBay за 20 долларов. Что-то он дорогой какой-то. Я смотрела в других магазинах, он там еще дороже. Ну, Diamond Dots. Что за качество приходится платить. Окей. Теперь я хочу вам показать... Уже не совсем относится к моему SP. Я хотела бы вам показать свои процессы. Процессы. Первый. Это алмазная мозаика. Полная выкладка квадратными стразами от компании Diamond Dots, как и предыдущая, да, которую я вам показывала. Он называется «Поле надежды». Если вы следите за моим каналом, вы знаете, что я на нем... Вы знаете, что я работаю над этим набором сейчас. Это мой главный проект. 40 на 50 сантиметров. Ну, чуть-чуть осталось. Надеюсь, что я в ближайшие там две недели хотя бы его закончу. Красиво получается, блестит. Камера не придает блеск. Следующий мой проект – это икона. Начала я ее вчера делать. Где-то часов пять, наверное, подделала. И уже, посмотрите, больше половины готова. Что здорово. Я не знаю, почему блеск вообще не передает камера. Вот вообще. Она так здорово блестит. Настолько интенсивный блеск. Но не передает вообще. Вот. Из Алиэкспресс я покупала эту икону. Если хотите, у меня вот предыдущая видеораспаковка есть по ней. Ну, там по шести картинам. И вот. Одна уже практически готова. Надеюсь, я ее сегодня и закончу. Естественно, сделаю обзор, так только закончу. Следующий мой проект. Наверное, вы сейчас смотрите. О, опять она. Про эту вышивку говорит. Я ее в течение года, наверное, показываю. Ну, почти, почти уже все. А следующий мой проект. Это бисерная работа на пустой конве от российско-украинской компании «Волшебство бисера» или «Колдовство бисера». Они по-разному, где, как называется «Волшебство». «Колдовство бисера». 20 страниц черно-белой конвы. Я на девятнадцатый. Вот. Осталось полтора листа. И я завершу. Ну, и последнее, что я хотела вам показать, это моя готовая работа. Это от украинской компании «Волшебная страна». Между прочим, ребят, те, кто из вас заказывают, они возобновили. Они из Харькова. Вы сами понимаете, что они очень долго не могли работать, потому что город бомбят. Войска, путинские войска. Вот. Но сейчас ВСУ начало их там отодвигать, и поэтому они возобновили частично работу. Поэтому, если хотите, заказывайте из «Волшебной страны» их наборы. Я обожаю их наборы на деревянной основе. Это написано «Счастливой Пасхи». Вот, наконец-то, после Пасхи я её закончила. Вышивка бисером. Красивая работа. На этом всё. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам видео понравилось. Но я в скором времени приступаю к проекту «Миру Мир». Пока.